Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Ну, я говорю, у меня тут свои дела. Так, что у меня тут? Какие свои дела? А, странные какие-то пошли женщины. Одна мне написала, говорит, что она Air Force, это, ну, это, ну, как сказать, военная лётчица, короче, воюет в Сирии. Я даже не знаю, как её правильно назвать. Пилотка? Нет. Пилотка – это на голову. Пилотша. Ну, да, ладно, ещё одна ковбойша из Техаса. Я уже русский язык начинаю забывать. Ну, ладно, ребят, это мои дела, я справлюсь. Так, вот Ирина пишет мне комментарий, про русских помолчу, но санкции Запада – это издёвка над Украиной. Я, знаете, как я написал, Ирина, я тоже так подумал сперва. Но у Запада главная задача – не разраконить Путина, чтобы не было ядерной войны. Кстати, Байден так и сказал, почему он не закрывает небо над Украиной, это значит, ему придётся сбивать, ну, не ему лично, конечно, вот, а военным лётчикам и лётчицам придётся сбивать русских. Вот в чём дело. Главное, чтобы всё это не вылилось в Третью мировую, понимаете. А дальше уже, ну, Россия всё, она, ну, как это, у меня, говорит, лошадь пала. Как? Коней навела, пьёт, курит. Ну, вот так, ладно, ребята, так, что ещё? Я пытаюсь как-то шутить, не всегда получается, но, в конце концов, ну, нельзя же Левитана из себя разыгрывать, да? Так, Броуниус пишет, наш весёлый Броунец пишет, Литва принимает онкобольных с Украины, будут продолжать лечение. Так, наш онкоинститут ищет переводчиков с украинского на литовский Броуниус. Вот как у нас здесь в госпиталях. У нас здесь очень-очень, вот в госпитале, где я валялся, да, там такие вот на ножках стоят телевизоры, вот, они её прям включают, и там онлайн-переводчик. Он даже не важно, он может на Украине жить даже где-то, в Украине, или не знаю, если он знает два языка, да, и вот он переводит прям сразу онлайн, понимаете? Здоровывается всё, ну, там связь, типа, скайп, я не знаю, как ещё. Вот, это легче, чем искать переводчиков живых. Ну, там тоже не дохлые, конечно, но я хочу сказать, что они через интернет работают. Это мой совет, Броуниус, если вы там имеете вес какой-то, а я думаю, что имеете, всё-таки чемпион. Так, Альборыч, наш Альборыч появился, Одесса стоит. Пока Альборыч там, в смысле, на канале, значит, Одесса стоит. Так, много комментариев, но вот это мне понравилось. Таракан затихарился, войска не отправляет, а те, что перешли границу, стали и не двигаются. Альборыч знает. Так, что ещё у меня тут есть? Сегодня в Саратове была в магазине, гречку покупала по 45, теперь эта пачка, эта же пачка, я так понимаю, стоит 92. Было 45, сейчас 92. Ничего себе. Так, ещё комментарии какие у меня. Доктор, я из Крыма. Это Нина пишет. За два дня у нас сильный скачок цен на все товары, без исключения, даже на корма для домашних животных. Так, вот это да. Бедное животное. Я вот тут, как я ей написал? Животных жалко, Нина. Им негде взять. Собакам негде взять, они не могут себя прокормить. Ещё кошка поймает какого-то воробья. Ну, вообще-то, рыжего, если выпустить, на волю он тут всех белок переловит сразу. Так, хорошо, ещё у меня комментарии есть. С Крымским, опс, это парень пишет. Так, с Крымским каналом не так просто. Там какое-то расстояние, вода идёт самотёком, а дальше из-за рельефа её нужно поднимать насосами. За восемь лет их, возможно, разворковали, да? Ну, разворовали, короче. В 1970-м мы бегали пацанами глядеть... Мне 14 лет было. Бегали пацанами глядеть, как вода ещё по земляному руслу идёт. Потом его долго закрывали плёнкой и бетонными плитами. Всё вокруг подтопило. Какие у нас интересные вот сведения с мест, ребята. Russia Today там курит в сторонке нервно, когда смотрит, как я выступаю, правильно. Так, Леонас пишет. Это опять Литва. Мэр Вильнюса объявил, что улица, где расположено посольство России, отныне будет называться именем Герои Украины. Адрес посольства. Вильнюс, улица Героев Украины, 2, Литва. Посольство России. А помните, там именем Немцова называли? Молодец. А, тут у нас разговор ещё был с ним. Я написал, ну, Леонасу. Вот это, да, умный вас там мэр. Мы их меняем, как президентов. Как и президентов. Иначе, как в России жили с бессменной властью, которая зажралась. Ей адреналин для разнообразия нужен. Убивают людей. Вот и правильно это я уже пишу. Не понравился народу? Получи под зад. Я, по-моему, давным-давно уже рассказывал, что вот в Америке, когда первые пионеры приехали сюда, да, вот как с шерифами. Выбирают шерифа, да. Ну, сходятся, собрание, выбирают шерифа. Ты, так, смотрят там какое-то время. Если он плохой шериф, негодный, просто вешают его на сучок и следующего выбирают. Мне кажется, это работает. Так, что ещё? Комментариев много. Так, Марина пишет. Эхо Москвы есть только в Ютьюбе. Ну, это может быть, я не знаю, нет, ну, как сказать, по радио, да. А вот сайт работает у меня ураганно просто. Я с него очень много беру. Вот, а радио-то эхо Москвы я не слушаю. Так, президент Франции Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине. Ну, не знаю. Он опять там с Путиным говорил, да. Ну, не знаю. Посмотрим. Макрон после разговора с Путиным считает, что худшее впереди. А ну-ка я открою эту ссылочку, и что он считает? Так, Путин дал понять, ну, видимо, ему в разговоре, что собирается взять под контроль всю Украину, если украинцы не пойдут на нынешние условия, сообщают французские СМИ. Хорошо, ладно. Ну, пробуй окурок. Давай. Так, я думаю, что украинцы тебе не позволят этого сделать. Так, Блумберг, двоеточие, Байден объявит о санкциях против российских предпринимателей 3 марта. Это сегодня, ребята. Фигурантам списка запретят въезд в США. Ну, хорошо, да. А если на самолете полетят? Так, все. Так, администрация Байдена попросила Конгресс выделить 10 миллиардов долларов для Украины. Так, вот это вот ничего себе. Одобрить. Да, посмотрим, что будет. Накупят стингеров. Так, совет... О, ребята, вот это уже... Совет директоров Лукойла выступил за прекращение конфликта на Украине. Вот это ничего себе. Так, и вот они пишут, Лукойл прилагает все усилия для продолжения поставок во всех странах присутствия. В компании выразили озабоченность ситуации на Украине и подчеркнули, что организации выступают за скорейшее урегулирование дипломатическими средствами. Лукойл против. Ну, точно, Баба-Яга против. Так, РФС, это российский футбольный союз, объявил, что подаст апелляцию на решение ФИФА и УЕФА. Ну, давайте, пепелацы, давайте. Так, и ещё МПК изменил своё решение. Кто такой? А, Международный параолимпийский комитет. Так, изменил своё решение и отстранил российских спортсменов от участия в параолимпиаде. Ну, вот так, ребята. Вот потому-то, наверное, и не... Да не «наверное», а точно. Нет, ну, по телевизору не показывают параолимпиаду. Ну, и, ребята, опять трейдинг у меня только с этого. Microsoft Edge. Только заголовки. Я говорю, у меня Mozilla не открывает, потому что там какой-то сайт защищённый, не HTTPS теперь. Ну, HTTPS, да? Вот. А, ну, вот это вот Edge открывает. Так, мать-одиночку в Петербурге осудили на 29 суток. Ребёнка отправили в детдом. Так, что тут ещё? Мать 21-летнего парня из Саратской области, который погиб на войне в Украине. Вот это ролик. Тело не отдают. Помощи от государства нет. Похоронку прислали по What's Up. Прикиньте. Путин со своей проклятой войной лично убил этого парня. Видео смотреть невозможно. Очень больно. Путин гореть в аду будет. Так, а это что такое? Спасителем человечества станет тот командир танкового батальона, которым первым догадается, что доехать до Москвы быстрее и безопаснее, чем до Киева. Следующее. Даже мою дочку, она в пятом классе, которая сильно топит против войны, спрашивают её же одноклассники, где она была все эти восемь лет, почему молчала и не кричала «нет войне». Моя одиннадцатилетняя дочь честно отвечает, что восемь лет назад она ещё плохо умела говорить. Так, ну что тут ещё? Права человека. Питерские менты превосходят сами себя. Уже второй день подряд они храбро задерживают бабушек, которые вышли со словами «нет ядерной войне и мир». Так, трофеи уже оптом. Здесь фотографии танки, 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 танки. Просто уже очень много танков. Ну, российских, надо понимать, да? Так, что тут ещё? Последние минуты вещания телеканала «Дождь». Перед самым отключением показали балет «Левединое озеро». Это телеканал «Дождь». Путин в этом году, к 8 марта, дарит женщинам России гробы с мужьями, братьями и отцами этих женщин. Так, что ещё? После того, как Борис Джонсон, ну, помните, белобрысый англичанин, прямо обвинил Путина в военных преступлениях в Украине, его заместитель, министр юстиции Доминик Рааб, объявил, что разведка Великобритании начинает программу идентификации армейских командиров, непосредственно исполнявших преступные приказы. Ребят, я вот на этом и закончу, потому что это до такой степени сильно, понимаете? Не скроетесь, сволочи, не скроетесь. От британской разведки ещё никто не скрывался, а это ещё МОСАД не подключился. Ну, вот так, ребят, у меня на сегодня всё. Слава Украине, героям слава. Ну, и я с вами. Пока ещё, как говорится, на месте. И у меня, ну, так более-менее я себя нормально чувствую. Сегодня собакам суп варил, ну, и себе там салат рубил, ну, и так далее. Пока. Не скучайте без доктора.